Итак, далее рассказ о самых странных и диковинных сооружениях для отправления естественных надобностей, какие только создавались в последние столетия. Русская наука в большом долгу перед туалетоведением. Я не нашел на языке родных осин ничего, что можно было бы полагать академическим трудом по этой части. А на английском, между прочим, литературы полно. Вот есть даже, по меньшей мере, две книги, которые исследуют крайне узкую проблему. Откуда взялся обычай прорезать отверстия в форме молодого месяца в дверях сельского нужника? Если располагаете лишними 65 долларами и знанием богомерзкого наречия, можете прочесть их сами. А экономным сообщу. В 18 веке ущербная луна помещалась на дверях харчевинных сортиров Америки в комплекте с изображением Солнца. Ну, то есть, возводили там рядом два дощатых ящика. Один выделяли женщинам, другой мужчинам. И соответствующим образом метили. В новом свете, как и всюду, Y-хромосомные при оправке легко обходятся без укрывищ. И владельцы наливая их вскоре просто перестали сооружать второй сортир, кроме меченого месяцем. Авторы еще указывают, что луну выбрали не случайно. Это древний символ. Знак Дианы. Ихтонического, женского. Оно очень вряд ли. Откуда бы в американских пропоисках взяться в количестве людям с классическим образованием. У нас на сельских нужниках я, кстати говоря, никакой луны не помню. Обычно в двери просто зияет дыра для освещения и вентиляции. У голландцев к заведениям данного профиля какие-то по-особенному теплые чувства. В стране что-то около 10 уличных писсуаров объявлено архитектурными памятниками национального значения. Они все довольно молоды, не исполнилось им еще и сотни лет. Но в сортах урины голландцы разбираются и учитывают при этом тончайшие нюансы. Вот, скажем, кирпичная будка в Лейдене. Создана, как указывает памятная табличка, в архитектурном стиле школьный модерн. В Амстердаме же писсуар является представителем класса уличный индустриальный. Эти памятники 20-30-х годов примечательны еще и тем, что они не музеифицированы. Заходи, кто хочешь, пользуйся как можешь. Единственное, женщинам не рекомендуют туда заходить. Все равно бестолку, да и воняет. В Леносе стоит диковинный объект, очевидно порожденный фантазией какого-то архитектора-мизантропа. Этот двухэтажный нужник системы «Дыра в полу» был возведен в 1869-м. Стоял он подле универсама General Store, то есть заведение, где продавалось самое необходимое. Скудный ассортимент, случайные покупатели и числа прохожих-проезжих. В нижнем отсеке туалета было предложено оправляться к гостям магазина. Верхний отсек отводился хозяевам. Есть загвоздка. Ты, конечно, можешь питать самое живое отвращение ко всему человечеству, но оно целиком или в лице своих отдельных представителей вряд ли позволит гадить себе на голову. Создатели двухэтажки явно остервенело боролись презрение к миру и желание получать с этого мира доход. Победили оба чувства. Дыры разнесли по сторонам сортира, а нижний отсек разделили фальш-стенкой. То есть, когда пользовались нужником двое, верхний опрастывался почти на голову нижнего. Но тому на плешь ничего не попадало, проносясь в считанных дюймах от макушки. Я бы назвал этот нужник философским. Тут фактически создана модель социокосма, в котором удалось эффективно примирить взаимоисключающие интенции акторов. Или дефикакторов. Сам преддорожный универсам давно снесен, а уникальный сортир сохранился и стал памятником культуры общенационального значения. И, кстати, он является гораздо лучшей метафорой американского общества, чем пресловутый плавильный котел. В Штатах всякому хочется быть наверху. Но даже если не повезло, минимальный набор прав тебе и внизу гарантируют. В стране, кстати, на удивление много памятников такого свойства. Штат Вашингтон прославлен своим. Здесь была в 50-е сооружена заправка в виде ковбойской шляпы диаметром 15 метров. Рядом стоят два сапога пара. Ну, вы понимаете, за какой нуждой. Тот сапог, что пониже, да посубтильнее, предназначался дамам, а который вознесся голенищем непокорным на высоту в 7 метров, соответственно, мужчинам. Сюда валом валил, по девице-чуду, американский турист. А в 62-м здесь отправлялся сам Элвис Пресли. В 82-м дорогу пустили стороной, и заправляться стало некому. Но сапоги и шляпу перенесли в столицу штата, где они продолжают служить в вячей славе Уашингтон-стейт. Поэзия и сортир – то, вроде бы, отстоит друг от друга дальше. Но есть, оказывается, гений, который известен человечеству исключительно стихами, что были начертаны на стене уборной. Монастырь Рождества Христова в мексиканском Тепос-Плане был превращен в музей около столетия тому назад. В ходе реставрации и расчистки отыскался там невероятный художественный объект. Стены отхожего места были исписаны сверху донизу, и при тщательном изучении этих письмён обнаружилось. Тут начертано невероятной композиционной сложности поэма. Тогда провели дознание и установили. Некто Хосе Доносиано в 1895-м каллиграфическим почерком и яркими красками нанёс на штукатурку стихи, сложенные одним из братьев. А некий Хосе Мануэль де Мата создал свой шедевр в 1840-м и просуществовало это сочинение полвека в пересказах, как когда-то «Одиссея с Илиадой». Теперь сортирная поэма включена в золотой фонд мексиканской литературы и знают её не только лишь все. На испанском этот текст звучит не хуже, чем, например, творение Лопа де Веги. В переводе текст, конечно, много теряет, но рука гения видна. К примеру, никто не оспорит, что нет на земле наслаждения выше, нежели вкусить изысканные ядства, а потом со вкусом от них избавиться. Ну или ещё четверостишее. Если пищу ты принимаешь со всем благородством, следя за изысканностью одежды и манер, то избавляясь от неё в уединении, тоже не срамись. Короче, всюду обретается божья искра. И вообще, когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда? В Англии увидела в 1937 году свет уникальная книга. Времена были ещё британские, потому даже в названии дома обнаруживается некоторая стеснительность. Для вашего удобства. И всё. Фолиант в несколько сот страниц содержит подробный перечень с пространным описанием всех общественных туалетов Лондона. Увы, это сочинение не имело целью одну только бескорыстную помощь туристу. Вернее, это сочинение не всякому ближнему адресовано. Тут ведь в чём дело? Мужеложество тогда было в королевстве уголовным преступлением. Но потребности были, особенно у аристократической публики. А таковую публику на острове ущемлять не принято. В общем, общественные уборные были тогда местом знакомств для очень специфического народу. Эдакой панелью, где на несколько часов находили себе пару перверсанты. Соответственно, книжка была скорее списком адресов, по которым читатель мог отправиться в надежде утолить садомскую страсть. Но может и нет. Англичане, кроме специфического юмора, обладают ещё и исключительным высокомерием. Даже не поймёшь порой, они сейчас с тобой шутки шутят или вызывающе грубят. Вот посудите сами. В том же Лондоне есть целая категория баров-ресторанов, первоначальное, главное назначение которых – служить общественным туалетом. Они расположены в основном неподалёку от вокзалов и настоятельно рекомендуются туристам. Ладно бы это просто использовались после реновации сами помещения. Но нет. Там старинные писсуары, любовно сохранены и занимают чуть ли не все красные углы. И чашечку кофе вам сервируют прямо на вычурном фаянсе викторианской эпохи. Что-то мне подсказывает, что в заведениях, скажем, на Бродвиг-стрит, туземные джентльмены последние 50 лет заходят нечасто. А вот друзьям с материка его очень настоятельно рекомендуют. А в Азии к таким заведениям относятся со всей простодушной любовью, которая туземным народам свойственна. Был в южнокорейском городе Сувон градоправитель, который много способствовал премного украшению этого населённого пункта. Акценты в своей деятельности он расставлял недвусмысленно. И его прозвали «Мистер Тойлетт». Англофоны, кстати, прозвали, что позволяет подозревать в этом титуле не столько уважение, сколько сарказм. Сам господин мэр немало своего увлечения не смущался. Он, в частности, всегда подчёркивал, что мама произвела его на свет именно в сортире. И вот в зените карьеры и славы он снёс родительский дом и выстроил новый. Просторный, светлый. Изнутри сплошь белый фаянс и туалетная плитка. Ага, именно так. Его жилище было исполнено именно в стиле общественного туалета, только в десятки раз просторнее обычного. Что бы уж совсем не возникало сомнений, садовая скульптура была соответствующей. Некий безымянный декоратор навалил мэру под каждым деревом гигантские медные, бронзовые, мраморные кучи. Лет 10 тому назад жилец этого дома проследовал страну вечного отправления естественных надобностей. А дом его превратился в городской музей. Тут, однако, никакой иронии не обнаружишь, как не ищи. Корейцы – люди серьёзные и шутить над собой не умеют. Есть подозрение, что и тайваньская ресторанная сеть с названием «Современный туалет» – это отнюдь не демонстрация скатологического юмора, а очень серьёзный, созданный со всем к себе уважением бизнес-проект. Филиалы уже есть в Гонконге, открываются в Малайзии, Макао. Здесь туалет на всё. Мебель, унитазы побольше и поменьше, посуда, те же унитазы и немножко писсуары. Характерно, что и подача эксплуатирует те же образы. На тарелках и в соусницах лежат вполне узнаваемые объекты. Пока не попробуешь, в этом месиве не распознаешь шиитаки, соевый соус, остро-сладкую курицу. Не знаю, как к туристам, а местным всё это очень полюбилось. Ну, понятно, древняя культура, навык не замечать мимолетное, но видеть в любом предмете вечное, неизменное, то бишь суть. Ну да, сочетание продуктов на тарелке – это, конечно, акциденция, а не субстанция. Хотя вот так вот приглядишься варварским европейским глазом, нет, всё-таки субстанция тоже. Погружался я в эту тему с некоторой брезгливой опаской. Ну, не перепачкаешься, так пропахнешь всякой пакостью. Не физически, так метафизически. А нет, оказывается, дух блуждает где хочет. Дух не в смысле аромат, а в смысле горний ангелов полёт. Подписывайтесь, лайкайте, если не заскучали.